В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Нечеловеческие страсти. Один мужчина забил соседа дверцы шкафа, второй два с половиной месяца прятал тело жены в выгребной яме. Профессионалы во всем. Уже в четвертый раз инспекторы ГИБДД помогают при родах на дороге. Комплимент за услугу. Начальник отдела областного центра занятости подозревается в получении откатов. Громкая новость пришла на днях с юго-запада столицы. Заголовки гласили. Подозреваемый в растрате денег из рязанского бюджета убил двоих человек в офисе московской фирмы «Монкомпани». По одной из версий, мужчины требовали у своего бывшего подчиненного Александра Величко крупную сумму денег и грозили неприятностями в случае невыплаты долга. По предварительной информации, речь шла о миллионе долларов. Это якобы и послужило причиной расправы. Подозреваемый забежал в офис и застрелил генерального и коммерческого директоров. Фирма «Монкомпани», в офисе которой произошло двойное убийство, занимается благоустройством городской территории и строительством. Величко работала в ней до марта 2015 года. Возглавлял подразделение по выращиванию газонов. В прессе изначально появилась информация, что в частности он должен был следить за благоустройством нашей Рязанской области. И заподозрили его якобы в присвоении более 10 миллионов рублей. Однако полиция опровергла эти сведения. В день убийства злоумышленник проник в здание по старому пропуску, а вышел через задний ход, после чего уехал с места преступления на своем Кадиллаке. Задержали подозреваемого уже в автомобиле «Вольво», на заднем сидении которого полицейские обнаружили карабин «Сайга». За эту неделю с фразы 13 января в Рязанской области началось сразу несколько протоколов. Днем в одном из сел Сассовского района было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Подозреваемого задержали довольно быстро. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Предыстория знакомая. 8 января в одном из домов отдыхала компания. Когда закончились выпивка и деньги, на нее двое добровольцев отправились к соседу. Тот отказался быть спонсором, за что получил несколько серьезных ударов. Это и стало причиной смерти. Но обнаружив, что сосед умер, подозреваемый и его знакомые обыскали дом, забрали 10 тысяч рублей и телефон погибшего, а затем быстро скрылись с места происшествия. Мужчине уже предъявлено обвинение о походатайстве следователя. А в отношении него судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. На следующую информацию стоит обратить особое внимание автовладельцам, забывающим вовремя платить по счетам. С 15 января вступили в силу поправки в законодательство Российской Федерации, согласно которым водители могут лишиться прав за задолженность более 10 тысяч рублей. Такая мера, в частности, будет предприниматься в отношении злостных неплательщиков, алиментов по решению суда, а также должников по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Уже подсчитано, что около 300 тысяч российских водителей, не желающих оплачивать свои долги, отныне рискуют лишиться права управления автомобилем и другими видами транспорта, включая самолеты и яхты. Надо отметить, что эта мера не распространяется на профессиональных шоферов, а также на инвалидов. Примечательно, что иск на должника в судебные органы могут направить и сотрудники полиции. Пока вся страна готовилась к встрече Старого Нового Года, семья Кадеевых со дня на день ожидала прибавления. В ночь на 13 января житель города Кораблино Виталий посадил супруга в автомобиль и повез в Рязань. Но молодые родители не рассчитали, что из-за метели дорога до роддома займет куда больше времени. За последние годы это уже четвертый случай в Рязанской области, когда инспекторы ГИБДД сначала помогают при родах на дороге, а потом торжественно встречают маму с ребенком на выписке. От имени управления ГИБДД и отдельного батальона дорожного патрульного службы помогаем вас с рождением дочери. Коллектив в госартоинспекции желает вам и вашему ребенку крепкого здоровья. В ту ночь взволнованный папа даже не успел поблагодарить сотрудника отдельного батальона ДПС Анатолия Зенина. Тогда Виталий позвонил по телефону доверия у МВД России и описал ситуацию. Впрочем, полицейские тоже не забыли про неординарный эпизод на дежурстве. Мы дотянули кое-как до Михайловского поста. Потом я уже понял, что остаются считанные минуты и что нужна помощь профессионала. Если бы не служебный автомобиль, то роды могли бы быть где-то в пути. С помощью патрульного автомобиля, включив звуковую сигнализацию, мы доставили ее в кратчайшие сроки в пенитальный центр, где она родила девочку буквально через 5 минут после доставления. Для безопасных путешествий малышки и ее родителям госавтоинспекторы подарили детское автокресло. Замечательно, что работают такие профессиональные люди, которые добросовестно подходят к своим рабочим обязанностям. Слово «откат» так прочно вошло во все бизнес-сегменты, что многие чиновники и бизнесмены не гнушаются решать все проблемы при помощи конверта с деньгами. На днях сотрудники Центрального аппарата МВД России совместно с коллегами из регионального управления СПА личным задержали начальника одного из отделов областного центра занятости, который подозревается в получении откатов за выделение субсидий на возмещение затрат по трудоустройству инвалидов. В настоящее время материалы по данному факту поступили в региональное следственное управление Следственного комитета для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Чиновник договорился с предпринимателем о трудоустройстве 16 безработных граждан и 8 инвалидов, на что было выделено почти полтора миллиона рублей субсидий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт передачи злоумышленнику первой части незаконного вознаграждения, а это 270 тысяч рублей. О том, как не купить просроченные продукты питания, написано и сказано так много, что практически каждый покупатель может считать себя экспертом в этой области. В идеале просрочки в продуктовых магазинах вообще быть не должно. И это не только забота о потребителе, это одно из главных правил торговли. Но как ловко забывают об этих правилах те, кто под видом акции, скидки или якобы невнимательности работников супермаркета пытаются сбыть просроченный товар. Только в январе этого года в Рязанскую полицию обратилось несколько граждан, которые пожаловались на ряд магазинов. Оперативники проверили информацию и действительно выявили четыре нарушения. На полках оказался товар с истекшим сроком годности. На самом деле причина большинства конфликтов проста. Многие из нас не знают своих прав. И магазины этим активно пользуются. Например, мало кто знает, если вы случайно разбили в торговом зале бутылку, платить за нее не нужно. А местная охрана не имеет права вас обыскивать, даже если подозревают в воровстве. Обыск могут проводить только сотрудники полиции в присутствии двух понятых. Если охранник в супермаркете пытается вас обыскать или затолкать в служебное помещение, напомните ему про статью 203 Уголовного кодекса. Это пять лет за превышение полномочий. И лучше сразу сами вызывать в полицию. В криминальные сводки попал 40-летний житель Сараевского района. 13 января мужчина сам пришел в полицию, чтобы написать явку с повинной. По его словам, еще 1 ноября прошлого года он поссорился с женой, после чего задушил ее. Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело в выгребной яме рядом с бывшей столовой колхоза «Ударник». По данному факту, Кораблинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство. К другим темам. Рязанские полицейские проверяют организации, установившие электронные терминалы на улицах областного центра на признаки нелегальной азартной деятельности. Проверки прошли по следующим адресам. Город Рязань, улица Вокзальная, дом 11, Московское шоссе, дом 31 и заводской проезд, дом 1. Проверки проведены по фактам возможного осуществления незаконной игорной деятельности вне игровой зоны, а также на предмет соблюдения правил использования контрольно-кассовой техники. За нарушение по контрольно-кассовой дисциплине злоумышленникам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Также в рамках проверки полицейские изъяли электронные платы, жесткие диски и иное оборудование. За одни только сутки в Рязанской области застрелились два человека. Один из них выстрелил себе в голову из травматического пистолета, другой в грудь из ружья. Оба инцидента произошли в Скопинском районе. 27-летний житель совхоза Желтухинский накануне высказывал мысли о самоубийстве. Трагедия произошла в подъезде дома знакомого погибшего. Что удивительно, очень похожая ситуация практически в то же время произошла в селе Пупки. 54-летний местный житель пришел в гости к своей сестре и застрелился. Любопытная информация. В Кодексе административных правонарушений может появиться новая статья о занятии попрошайничеством. МВД просит Мосгордуму ввести наказание за этот нескромный и порой очень навязчивый вид заработка. По мнению законодателей, попрошайничество оказывает не последнее влияние на рост криминогенной ситуации в городе. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату, бывшей кадетской фракции, бывшей государственной думы. Смешного мало члены экспертного совета МВД России по Москве по нормотворческой деятельности, а также общественники и представители Московского регионального отделения Ассоциаций юристов России, решили выйти в Мосгордуму законодательной инициативой, которая и должна установить уголовную ответственность за организацию попрошайничества. Речь идет о сроке до 10 лет лишения свободы. Предусматриваются и лояльные меры. Штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Что характерно, милостыня под данные статьи не попадает. А уж сильно ли она отличается от попрошайничества, в нашей стране уже другой вопрос. Редактор субтитров А.Семкин В основании, чего публичные интересы защищает именно прокурор. Такое право предоставлено ему законом, а именно частью первой статьи 45 Гражданского профсоциального кодекса Российской Федерации. При этом часть вторая указанной статьи определяет, что в данном случае прокурор является профсоциальным истцом и обладает всеми полномочиями прав и обязанностями, так же, как и любой из тех, за исключением права на заключение мирового соглашения. На сегодняшний день правовое положение прокуратуры имеет особое значение. Именно она выступает гарантом в защите прав и интересов граждан, государства и общества в целом. Прокурор, защищая публичные интересы, обращается в суд с самыми различными требованиями. И эти требования никак не ограничены. То есть они могут быть действительно связаны с нарушениями, которые допускаются в различных отраслях права. Это и земельные права, и жилищные права, и пенсионные права, и другие отрасли. Например, Санкт-Петербургский городской суд рассматривал требования прокурора о возложении на ответчика обязанности произвести капитальный ремонт фундамента здания. Выявленные нарушения содержания общего имущества дома при несвоевременном устранении могут привести не только к разрушению фасада, но и всей конструкции дома. В связи с чем имеются угрозы жизни и здоровью нанимателей и собственников жилых и нежилых помещений этого дома, а также других лиц. Это жители и гостей города Санкт-Петербурга, которые в указанном доме не проживают. То есть затрагиваются интересы именно неопределенного круга лиц. Нередко такие требования связаны с защитой окружающей среды. Например, когда в районах стихийно образуются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов. К примеру, прокурор Петелинского района Рязанской области в 2014 году направил в суд 15 исков о ликвидации свалок. За 8 месяцев 2015 года было направлено 5 таких исков. И все эти иски почти были требованием по ним удовлетворены органам местного самоправления в добровольном порядке. Чаще всего в защиту общественных или публичных интересов в суд обращается именно прокурор. А сейчас все внимание на экран. Родные и близкие разыскивают Осюшкина Дмитрия Александровича. О его судьбе и местонахождении ничего не известно с 27 декабря. Его приметы. Среднего роста, лицо овальное, глаза серые, волосы прямые, темно-русые, коротко стриженные. Был одет в черную баллоневую куртку с капюшоном, спортивные черные брюки, белую маку с логотипом Adidas, серые сетчатые кроссовки летнего типа. При себе имел документы на автомобиль. Если вам что-нибудь известно об этом человеке, сообщите в ближайшее отделение полиции или в нашу редакцию по телефонам 720020 и 720021. Напоминаю, что программа «Вызов принят» еженедельная. Идет в повторах. И вся информация актуальна на день премьеры. В данном случае на 21 января. Если у вас есть актуальные темы для следующих эфиров или вопросы к рязанским прокурорам, звоните в редакцию телекомпании или оставляйте пожелания на сайте город62.тв. А на сегодня все. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин